Я как бы у родителей родилась рано, они еще молодые были, поэтому отдали меня на воспитание к бабушке. Ну и меня, по сути, воспитывала улица, потому что бабушка выпускала во двор, и я там сама по себе. Если все остальные детки знали, что играя там, кто-то кого-то обидит, за них заступятся, то есть за меня заступаться было некому. Я пару раз там, когда бежали к бабушке, подходила, бабушка просто говорила, разбирайся сама, и я, несмотря на то, что девочка всегда маленькая, хрупкая, я рано научилась драться, рано научилась стоять за себя, и даже как бы постоянно понимала, что бери, что под руку попадалось, там палка камень, и всегда могла ответить за себя. Но даже я немножко перегнула палку, я выбрала даже тактику такую же бей своих, чтобы боялись чужие, и во дворе в детстве я прослыла таким сорванцом, которая даже лидер шайки пацанов была всегда, то есть как маленький разбойник-чертенок. В школе уже, конечно, протест уже вылился на учителей. У нас, помню, была такая ситуация, строгой школьной формы не было, но тогда, не знаю с чего, вдруг был протест против джинсов. Стали массово всех ругать, что в джинсах ходят. Ну джинсы все очень любили, у меня даже такие рваные были джинсы, еще клеши тогда модные, платформы. И я как бы не хотела отказываться от ношения джинсов и одевать какие-то скучные черные брюки или юбки. Поэтому нам рассказали, что никого не пустят, кто придет в джинсах. Ну я подговорила больше половины класса, я говорю, а если мы придем все, они не смогут нас не пустить, потому что учить тупо будет некого. Я говорю, понимаете, ребят, что если мы по одному будем делать, мы никто, а если мы вместе, то мы против них сможем выстоять. И как ни странно, я убедила, меня поддержали, и все вышло по-моему. Мы приходим в джинсах и всех впускают спокойно. И как-то потом этот вопрос, ну, уже ушел на нет. Вот, конечно, вначале они злые, провели расследование, выяснили, что я зачинщик, но опять мама там моя заступилась, говорит, а нет. Мама очень любила, как бы, всегда спросить, а где у вас прописано, что ребенок не имеет права ходить в джинсах? Нет закона, нет бумажки там с департамента никакого. Никто не прописал, значит, она будет ходить в джинсах. Это не ваше дело, вот и все. Нигде же не написано в школьном правиле, что девочке нельзя накрасить ногти. Нет, ну, нет и суда нет. Вот и все.